Всем привет! Это Таня Простанцев. И вот завершился уже наш третий балетный интенсив по Анталии. И я по традиции рассказываю, как это было в этот раз. Итак, хочу начать с того, что в этот раз группа была больше, что очень радует. Собрался уже целый кардебалет, поэтому на репертуаре мы выбрали, начну сразу с него, выход лебедей из Лебединого озера. Да, такую классику-классику, самую знаменитую, узнаваемую, самую такую любимую многими картину. И поскольку нас было много, действительно мы могли полноценно изучать эту хореографию. Группа была большая и, как всегда, интернациональная. В том плане, что девушки приехали из разных уголков мира. Всем здравствуйте! Меня зовут Снежана. Я из России, но живу в Лондоне. Я приехала на этот потрясающий интенсив. И, во-первых, хочу поблагодарить девочек, Татьяну и Елену, за потрясающее время, которое мы здесь провели. Это, на самом деле, новый опыт, потрясающая комьюнити с единомышленницами, которые тоже хотят работать, развиваться, получать какие-то новые навыки. И здесь, на самом деле, получилось поработать над техникой. Это то, зачем я ехала. Поработать над какими-то деталями, побыть с людьми, которые тоже любят балет, и познакомиться с этими людьми со всех, с разных уголков земли. Вот. Была потрясающая дружелюбная атмосфера. И, на самом деле, все было классно организовано. Большое спасибо вам от сердца. Я обязательно приеду еще. Я была здесь на этой прекрасной интенсивной курсе, и я очень рада вам все работы, которые мы сделали, Татьяна и Елена. Они были прекрасные ученики. Они действительно обращали их внимание на все детали, и они были так милые. Мы очень-очень, очень-очень. И я встретила абсолютно хорошие люди, которые тоже так интересны, как я, для балета. И я очень ценю это. Спасибо большое за все свое время, за все свое effort, и, конечно, для вашей эксперимент. Это было неслабо, и я не могу ждать, чтобы присоединиться снова. Так что, спасибо большое. Были из России, из Саудовской Аравии, из них Вика уже второй раз с нами, из Турции, Мильда с нами уже третий раз, что тоже очень рада. Всегда рада тем, кто возвращается к нам, и жду всех участниц снова, и тех, кто уже был, и новых обязательно тоже. Да, это третья раз. Эта раз я учусь очень много техниками и вариаций, и я очень-очень. И каждый день, каждый workshop прогрессирует мне, мои техники, мои возможности, и я надеюсь, что снова встретиться. Также была девушка из Германии, из Великобритании, из Литвы, и из России тоже, из разных-разных уголков, из Сургута, из Москвы, из города Гагарин, ну, вообще, из Самары. Лиля была с нами второй раз. В общем, дружная компания большая собралась, и вот хочется отметить, что, конечно, как всегда, у нас были полноценные, полную ногу настоящие занятия, по три часа каждый день, которые включали в себя и разогрев, проработку данных, бодибалет, партерную гимнастику, такой микс, его веду я, всегда стараюсь дать что-то полезное, что-то, то, что поможет почувствовать себя лучше на станке, то, что я много лет снимала с разными экспертами и через себя пропускала, ощущала пользу этих упражнений. Вот мы этим с девушками занимались, и всегда отвечают девушке, как им нравится после занятия к станку становиться, то есть, как бы становишься более податливым, что ты лучше даже понимаешь. Это очень важный, конечно, правильный разогрев, вот, и классика, которую ведет Елена Хорошева, наша прекрасная Елена, как я говорю. 7-8, у нас два, вперед, баленсуар, назад, у нас все как у станка. Меня зовут Анастасия, я приехала из города Сургут, больше всего хочу отметить тот важный нюанс, это уровень педагогов, это полный восторг, есть за кем тянуться, за кем стремиться, на кого хочется равняться и быть похожими. Лена, моя любовь навеки, Танюша, ты тоже. Так что, увидимся на осеннем интенсиве. Пуанты в этот раз, кстати, были чаще, почти каждый день мы занимались, у Лены специальный комплекс, у станка на середине, и вот это, прям, у многих девушек были с собой пальцы, некоторые, некоторые, прям, первый раз встали, но как раз этот комплекс помогал лучше почувствовать безопасно, попытаться встать на пуанты и промять их. И репертуар, который, да, вот как я уже сказала, Лебединое озеро, сложный, конечно, конечно, пять дней этого мало, чтобы освоить эту хореографию, чтобы все выучить и почистить, но прикоснуться в прекрасном, почувствовать себя балериной, понять, как же эти все замысловатые и незамысловатые движения у станка преобразуются в танец, это все у нас получилось вместе с участницами. И, конечно, хочется сказать, что каждый раз у нас образуется сообщество, девушки становятся подругами, проводят вместе время не только в стенах школы, но и вне этих стен. И в этот раз не исключение, даже, можно сказать, как-то все больше и больше, с каждым разом эта группа становится все больше друзей, и больше, и они проводят времени все больше и больше вместе и держат потом связь и договариваются приехать вместе на следующие интенсивы. Это тоже очень радует. И вот все участницы отметили, что их удивила вот эта атмосфера такого комьюнити, таких единомышленников, которые любят то, что делают. Потому что, согласитесь, вот если вы занимаетесь балетом во взрослом возрасте, то поговорите об этом со своими друзьями, которые не любят балет, не занимаются им, не смотрят его. Как-то вот не получается, они не поймут. Не то. А когда ты находишь того, с кем действительно эта тема общая, одни и те же какие-то боли, страхи, переживания, радости, то это намного приятнее и придает в том числе сил для того, чтобы дальше двигаться, развиваться. Потому что, кстати, да, участницы отметили, что после интенсива у них появился стимул, еще больше мотивации добиваться успехов, совершенствовать технику, вникать в детали, в нюансы. И вот как говорили мы с Леной, когда обсуждали, ну, конечно же, у нас бывают такие, как мы это называем, педсоветы, и мы обсуждали, как вот лучше строить занятия, стоит ли вычищать, прорабатывать очень основы спокойно. Но мы решили, что это все прорабатывают девушки в тех студиях, где занимаются, в родных городах, а мы все-таки позиционируем наше занятие как интенсив, то есть интенсивно можно увести с собой много новых знаний, исправить какие-то свои неточности, что-то узнать, научиться чему-то. Поэтому совсем азы мы не берем, темп у нас такой средний, кому-то сложнее, кому-то легче, но каждый находит, что с собой взять, с собой в багаж, в кармашек и увести, чтобы отрабатывать. И вот, и зато, вот что мы отметили, к чему я возвращаюсь, зато после этих занятий все участницы еще больше влюбляются в балет, а те, кто не был влюблен, влюбляются вообще, в принципе, потому что вот у нас был пример, Наталья приехала к нам со своей дочерью, дочь не занимается сейчас балетом, она в детстве чем-то занималась, и она все 4 дня сидела, ждала маму в прекрасном холле школы, там кондиционер, приятная атмосфера, а на пятый день решила присоединиться к нам и поняла, что зря она не присоединилась раньше, почему она не начала с первого дня, вот так вот, вот люди влюбляются в балет вместе с нами, что тоже очень радует. Вообще, Таня, Лена, вот ее здесь нет, и к ней тоже обращение, девочки, вы делаете очень-очень-очень важное, ну, прекрасное дело, потому что не все имеют возможность заниматься классическим танцем у себя в населенных пунктах, в своих городах, вот ваш канал, YouTube-канал дает возможность нам заниматься и получить новые знания, которых, ну, где-то мы там потерялись, да, в каких-то знаниях, вообще за эти вот пять-шесть дней, ну, просто прекрасных, незабываемых, замечательных пять дней за тот опыт классического танца, который мы получили, и, девочки, за наше общение, за общение нас, людей из разных абсолютно стран, разного возраста, все увлечены одним делом, это, ну, просто, это, знаете, это какое-то вдохновение на будущее, это такой, ну, толчок, это, я не знаю, прыжок какой-то в будущее, я думаю, что я буду стараться обязательно приехать еще, и у меня теперь есть огромный стимул стимулировать себя, развиваться дальше и работать над собой, девочки, я вам искренне желаю успехов, подписчиков огромное количество, и, ну, конечно, я желаю всем, 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 кто нас будет смотреть, все, кто здесь присутствует, всем огромного здоровья, чтобы хватало всегда сил на танцы и на много-много-много лет, спасибо вам огромное, Танюша, спасибо большое. Что же у нас было, конечно, помимо занятий, мы всегда стараемся разнообразить программу, вместе проводить как-то интересное время группой, раньше это были у нас встречи с психологом, напоминаю, в прошлом летом, также экскурсия обязательная по старому городу, она у нас традиционная была, и в этот раз всегда нравится девушкам посетить закоулочки, античные стены, посмотреть, потрогать, прикоснуться к этому величию, пофотографироваться, конечно же, вот, весной мы вместе ходили на балет Джизель в театр балета в Анталии, а сейчас театр на каникулах, в отпуске, поэтому мы пошли на экскурсию в этот театр, и провела нам балерина, которая работает, в нем Мелина, она же танцевала Мирту в той самой Джизелье, которую мы смотрели весной. В общем, получается, 9 спектаклей я танцевала Миртой. Так что, было очень интересно, особенно тем, кто был и весной, и сейчас они могли задать ей какие-то вопросы про ее исполнение. Прекрасная девушка провела нам экскурсию, показала, конечно же, как все устроено за кулисами, ответила на все вопросы девочек о балетной жизни, о ее расписании, о пуантах, о питании и так далее. Все, что вот интересно, как говорится, все, что вы хотели знать, но боялись спросить. Пожалуйста, приходим в 11, у нас классика, и после этого нам вывешивают вот здесь вот наши репетиции, кто ведет за кем, мы репетируем, обычно наш день заканчивается где-то в 4-5, если спектакль, то мы приходим в 5, вот, и так до вечера, пока не закончится спектакль. Также она показала репетиционные залы театра и, конечно же, сцену. Мало того, что показала, она разрешила нам подняться на нее, и мы даже порепетировали Лебединое озеро, почему бы и нет. Кто знает, может быть, через еще парочку интенсивов мы уже и выступим, если будем собираться снова-снова одной и той же группы, большинство людей будет приезжать снова, то почему бы и нет. Кстати, хотела сказать, пока говорю про театр, что ежегодно в Аспендесе проходит фестиваль балета и оперы. Это прекрасное мероприятие, потому что оно проходит в стенах, точнее, без стен, оно проходит в древнем античном театре под открытым небом, вот в этих вот древних руинах, танцуют балет. Поэтому, кто будет в эти даты, здесь неподалеку, в Анталии, обязательно сходите, я бы с удовольствием, к сожалению, наши даты не совпадают. Полную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке в описании под видео. И помимо двух экскурсий по старому городу и в театр, у нас в этот раз была балетная фотосессия на море с профессиональным фотографом, который имеет опыт съемки балерин. И также мы с Еленой помогали выстраивать позы, подсказывали, потому что бывает очень сложно, даже вот я, сколько участвовал в фотосессиях, знаю, вроде бы опыт есть, но когда ты начинаешь фотографироваться один на один с фотографом, то очень сложно выстроить, особенно без зеркала, ты не знаешь, как это все будет смотреться. посмотреть каждый раз тяжело, если каждый раз останавливаться и смотреть, что получилось. Поэтому мы тут старались так сделать, чтобы у каждой получилось один-два снимка индивидуальных и групповые снимки и видео я сделала, конечно же. Это было вдохновляюще. Помимо того, что фотограф фотографировал, девушки стали фотографировать сами себя. Их фотографии получились замечательные, кстати, без всякой обработки. Потанцевали, получили очень много внимания от местных, проходящих людей, туристов и жителей. И это был завершающий такой интертеймент, скажем так, по-русски, по-английски. Завершающие мероприятия и на этом наш интенсив закончился. На самом деле я в восторге, потому что это гениально и сложного сделать так, чтобы самый простой человек понял, как это сделать. То есть сложно было понятно, было исполнимо и реализуемо. И очень прекрасная компания, замечательные девочки. Я получила море удовольствия от общения, от занятий, много новых знакомств. Я очень благодарна всем очень понравилась, все спрашивают, когда будет следующий, а следующий уже известен. Поэтому сейчас расскажу об этом. Итак, следующий интенсив пройдет с 28 октября по 2 ноября здесь в Анталии. В это время очень даже тепло, днем даже жарко, припекает, море еще теплое, то есть можно купаться. И вот действительно совместить приятное с приятным снова можно, то есть заниматься летом и купаться в море теплом и загореть. И при этом кто не любит жару, это ваше время, потому что жаркий период длится не так долго и не такой все равно интенсивный, как сейчас летом. Можно утром и после обеда гулять, наслаждаться природой. У нас в стране уже обычно осень-осень глубокая, а здесь еще тепло, солнечно, зелено. Поэтому присоединяйтесь. И, кстати, хочу отметить, что зал, где мы занимаемся, конечно, очень просторный. И приятно в нем заниматься, комфортно, большой группой. Он вместит даже труппу, но все-таки он не резиновый, поэтому количество мест ограничено. Это не для того, чтобы подогнать кого-то. Поэтому, кто думает, быстрее пишите в мессенджерах в описании под этим видео, потому что уже девушки, которые были в прошлые разы, в этот раз записываются на следующий интенсив, уже человек, наверное, шесть есть. А группа, как я говорю, не резиновая. Все-таки место у станка ограничено. чтобы всем было комфортно. Поэтому переходите по ссылке, задавайте свои вопросы, узнавайте все подробности. Будем рады всем новичкам, кто еще не был на нашем интенсиве, и всем тем, кто уже был, конечно, будем очень рады. Вообще, у нас такое сообщество образуется, и я все мечтаю, что каждый раз у нас будет все больше и больше. Мы будем делать интенсивы длиннее, чтобы могли попасть все, и мы будем что-то придумывать еще, какие-то интертейменты, выступления, в общем, что-то замечательное. Потому что, да, многие отметили, что это прекрасная возможность совместить отдых на море и балет, то, что ты действительно искренне любишь, пообщаться, найти себе новых друзей из разных стран, держать с ними связь, это так прекрасно. Вроде бы ничего не забыла, что-то забыла, напишу потом в своих соцсетях, подписывайтесь на них, там тоже много анонсов у меня. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь, и всем пока-пока.